Здравствуйте! Я приветствую, что вы решили потратить время сегодня на изучение английского. То есть, как правильно читать по-английски? Есть буква A. Не A, а A. Видите название? В открытом слоге она считается как A. То есть, пишется MA D, но читается MADE. Каким образом? Потому что MA это первый слог, второй D. Потом E убирается, оно немое и читается MADE. То есть, сделано в Китае, будет MADE IN CHINA, но не MADE IN CHINA. MADE IN CHINA это показатель того, что человек не просмотрел мои видеоуроки. Просмотрите и вы будете полиглотом. Дальше, APE это обезьяна. A открытое, P относится к E, получается APE. Следующее A. Это гибрид между A и E. Открыть рот для A. Не бойтесь, за вами никто не смотрит A. Но губы сбросит на E. При этом подбородок вниз. То есть, MADE IN CHINA. Вот это правильное звучание. Следующее. A длинный. То есть, скажите слово PAD и челюсть вниз. Теперь скажем машина. КА, ПАСТ, ЛАСТ. ФАЗы. ФАЗы вы знаете, отец. Следующее. О длинный. БО, СО, ОК, ЧОК. Вот это ЧЕ, не ШИ. Многие из вас бы прочли ШОК. Это ЧЕ. Запишите. Следующее. ОЛ, ОЛ. Теперь 25 вверх. Значит, мы выучили. О плюс РЫ. Значит, РЫ вываливается, но удлиняет следующий гласный. То есть, пишется NOR. Но РЫ. Оно ушло. Сюда две точки. Значит, затянете НО. В ударном слоге РЫ и Э. Убрались. Получается МУ У, Длине. Следующее. ОУ. Получается ХОУ ПНОУ. ОО. Сильный,У. СЛАБЫЙ. Следующее. ОО. ТОМ СПОП. Дальше. Читается, как АА. Перед МН. ТЫХЫ и ВИЙ. ДАУВАН Арзэ КАН. Следующая U длинная, читать mute, student Нельзя говорить student, это ошибка, она говорит student Дальше A, not cut, ну это халявно Следующая между О и Э, если произносить протяжнее Я хочу сказать ближе к Э, то есть Тен и Келли 26 вверх, скажем по-русски Ива, говорим Ива То есть в русском есть и длинная Читаем be, meet, meet, что одинаково звучит, да Первое meet, встречаться, второе мясо А как понять, что куда? Смотрите, может быть замок на двери, а может быть замок на стенке Либо крепость и так далее То есть ориентируйтесь по контексту Left, meet, это я сделала Следующая между О и Э, но ближе к Э Now, if you Следующая I в открытом слоге Значит пишется be, care Сперва идет разбивка по слогам by Потом care, получается bike Следующая try И, средняя между И и И, но я рекомендую ближе к Э, то есть Jim и Little Если вы будете говорить Jim и Little, оно слишком... Это ближе к арабскому будет, вы же английский учите А между О и Э, то есть gel и metal, ближе к Э Теперь 27 вверх Буква Y в конце двух сложных, многосложных слов в безударном положении Средняя между И и И Вы скажете lady, 50 Восьмая таблица, она сводная Значит третий столбик вы уже вытягиваете Передрыв, все длинно Car, horse, ten, sam, set, metal Есть американский вариант английского языка Там вы прочли так Car, horse, ten, term, set, metal В закрытом слоге буква A Она читается как head, подбородок вниз Ход Это буква O уже в закрытом Club, sand, kit, jeeps Ну вы поняли В допустим слове club буква U закрывается B Поэтому получается club В открытом слоге пишется ma, t Значит сперва идем по слогам Первый слог ma, второй t Э оно не мое, оно убирается Но первый звук уже считается как открытым Значит получается made В слове tone смотрим Это звучки o Первый слог tone А э заживалось, получается tone Tube, ю длинная Э исчезла А если разбить по слогам Первый слог tube, второй b Но э убралось, tube Дальше pit и длинная Скажете и короткая получится шахта Time Потому что i, ну убралось И если разбить по слогам Team, e Не надо читать tame Запомните, что в квадратных скобках Это транскрипция Оно читается нормальными Латинскими буквами То есть не надо применять Правила чтения по второму заходу Это неправильно Теперь я покажу ошибку Take Это не take, а type Почему? Потому что в транскрипции написано T, i и k Type Буква y Она в открытом положении То есть открытый слог Видим T, y, k Ту, k пишется Э убралось Читается type Я репетитор по скайпу Smart teacher 197 Я люблю учить людей И у меня получается В чем мои бонусы? Я знаю методики Даже те, которые вы Ориентировочно Могли бы себе представить То есть первая школьная Это грамматика Знаешь, что такое Present and Definite И так далее Это скучно Есть вторая методика Называется коммуникативная Надо сразу начать говорить Это правильно Есть самая прогрессивная Называется методика Языкового погружения То есть вы окружаете себя английским И начинаете продвигаться В сторону изучения Я учу честно Сперва работаю Потом вы платите Цена моих занятий 300 рублей Я носитель языка Native speaker За такую цену Вы не найдете даже близко Хорошего преподавателя В любой профессии 95% людей Посредственности Я элита Потому что я лучшую Я знаю Что вы выучите английский язык Если найдете толкового учителя Кстати Предлагаю эксперимент Возьмите вашему репетитору Сходу назовите 10 русских слов Если он хотя бы на 2 Закнется Он не знает английский Идеал 10 любых русских слов Сходу 10 перевод английский Вот это хороший учитель А если у вас такой есть Вы не нуждаетесь В моих условиях А если у вас такого нету Я 100% в этом уверена Добавляйтесь в контакты Смартчер 197 Предлагаю бесплатный ДМ-урок Гудбай Дмитрий Дмитрий